Визит в мировой Альфа-город Мы крайне заинтересованы в реализации наших проектов Зачем Рустам Мениханов отправился во Франкфурт на майне? Узнал Дмитрий Иринин Казань стала еще ближе к футбольному мундиалю О том, как в городе встречали первую команду сборной Австралии Алмаз Гафиатов Пять дней до открытия Секрет, вы увидите, все, это будет сюрприз Нон-стоп строительных работ на набережной озера Кабан Обновление увидела Альбина Минебаева Новая страница книжного фестиваля в Казани В данном случае речь идет о скетчбуках Вот так блокноты называют, чтобы лучше продавались Книги купила и Альбина Флагараева Казань собрала охотников за рывой со всей России Как проходят соревнования по подводной охоте, узнал Ленар Генатулин Уникальные технологии, новые партнеры и инвестиции в будущее Сегодня Рустам Миниханов во главе татарстанской делегации находится с рабочей поездкой во Франкфурте на Майоне В этом германском городе открылась международная выставка нефтехимического оборудования Именно здесь определяют развитие химической промышленности, биотехнологий и охрана окружающей среды Каких новаций ждать в Татарстане, расскажет Дмитрий Аринин 4 тысячи стендов и более 200 тысяч специалистов Это Ахема-2018 Сюда приехали показать и увидеть промышленные лабораторные оборудования А также идеи, методики, что их создают Форум проводится раз в три года И по признанию является самым масштабным событием в этой отрасли Я думаю, что переняли в рамках реализации этого визита Конечно, мы очень благодарны руководству наших стран Президенту наших стран, руководству Германии Несмотря на все наши разногласия по ряду политических вопросов У нас есть прекрасная возможность вести бизнес, сотрудничать на региональном уровне В ходе международной выставки Рустам Мениханов обсудил перспективы сотрудничества С руководством немецкой компании «Лукас Нюли» Она занимается созданием обучающих систем в технических областях Татарстану интересны методики подготовки специалистов в нефтяной и нефтехимических областях Мы крайне заинтересованы в реализации наших проектов Думаю, что сегодняшний визит будет очень полезен Вместе с президентом на этот форум приехала большая делегация нашей республики Это профильные чиновники, руководители крупных предприятий В том числе группы компаний «Таиф» Казань-Руксинтеза, Нижнекамск-Нефтехима По мировым меркам Франкфурт на майне небольшой город Его население чуть более 700 тысяч человек То есть почти в два раза меньше, чем в Казани Однако Франкфурт считается мировым альфа-городом То есть важным элементом мировой экономической системы В нем наряду с Парижем и Лондоном расположено наибольшее число международных компаний Около 400 Добрый день! Здравствуйте! Рустам Мениханов познакомился с работой местного промышленного парка «Хёгст» Здесь разместились около сотни химических и фармацевтических компаний А также лаборатории и институт В общей сложности здесь трудится более 20 тысяч человек Ежегодно в этот парк инвестируют 350 миллионов евро Рустам Мениханов изучил, какой опыт можно перенять в работе с резидентами Развитие инфраструктуры и подготовки кадров Выставка в Германии продлится еще 4 дня Дмитрий Айринин, Март Хусаинов, Александр Лобанов, ТНВ, Франкфурт на майне Возможно, мы в Казани на чемпионате увидим сборную Германии Если очень повезет Минувшую ночь в столице встречали сборную Австралии За три дня до старта чемпионата мира город окунулся в атмосферу праздника Болельщики сегодня увидели их открытую тренировку Наша республика станет базой для трех сборных Где и в каких условиях будут проживать герои Мондиаля Особенности татарстанского приема в материале Алмаза Гафиятова Атмосфера футбольного праздника на стадионе Трудовые резервы ощущаются уже на входе к стадиону На тренировку сборной команды Австралии планировалось посещение трех тысяч болельщиков Однако на деле их оказалось еще больше Сам стадион вмещает четыре с половиной тысячи зрителей И судя по тому, как народ все приходит и приходит Их количество будет только возрастать Пожалуй, и сами футболисты сборной Австралии не ожидали такого приема То и дело, игроки посматривали на трибуны стадиона Команда прилетела в Казань вчера В том числе прилетела и многочисленная армия австралийских журналистов Фанаты должны потянуться позже Видно, что Казань готовилась к чемпионату мира Пока не все удалось посмотреть Но первое впечатление замечательное Мне кажется, многие волнуются из-за чемпионата мира Но это вполне нормальное явление Не каждый получит возможность попасть на матч Зато практически каждый желающий мог посетить открытую тренировку Просто повезло, достались билеты на это мероприятие Мы пришли с удовольствием пообщаться, посмотреть Что такое иностранный футбол Саму атмосферу, во-первых Да, хорошую игру С удовольствием взяли пригласительные и пришли сюда Такое событие масштабное, как мы могли пропустить Австралия стала первой сборной, прилетевшей в Казань На групповой стадии многие хотели бы видеть фаворитов чемпионата Однако те команды, кто проходил отбор на Мундиаль Уже можно считать лидерами своих континентов Чемпионат мира всегда преподносит сюрпризы Всегда Все свои чемпионаты мира, которые я помню, которые видел, которые знаю Всегда была какая-то высточка, которая влюблялась во всех Но если говорить о главных фаворитах, то я выделю 4 сборные Естественно, Германия, Бразилия, Франция, Испания Татарстан в качестве футбольных баз выбрали 3 сборные Колумбия будет жить в горнолыжном комплексе Казань И тренироваться на Свияге Австралия выбрала базу хоккейного Акбарса и стадион Трудовые резервы Футбольную базу отдали японцам Еще буквально год назад на базе футбольного клуба Рубин Тренировалась сборная Португалии во главе со знаменитым Криштиану Роналду Сейчас эта база будет отдана сборной команде Японии Их прилет ожидается 13 июня Причем главной особенностью и отличием от того же Кубка Конфедерации Будет то, что футболисты здесь будут не только тренироваться Но и жить и проводить свое все свободное время Благо в это время футболисты Рубина будут на сборах в сербском Белграде В мировом рейтинге самая звездная из трех команд Что расположится в Казани это Колумбия Два раза они доходили до четверть финала чемпионата мира Австралия 40 в рейтинге Япония и вовсе находится на 60 строчке в табеле о рангах Дебютный матч в Казани пройдет 16 июня На стадионе Казани арена сойдутся Австралия и сборная Франции Дальше пять игр с участием лучших футболистов мира Алмаз Гафиатов, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань Сборная России определилась с первой целью на чемпионате Станислав Черчесов заявил выйти из группы А болельщиков просят разделить их веру в то, что эта цель достижима Болеть за нашу сборную будут и маленькие футболисты Казани Наша съемочная группа сегодня увидела, чем живет детско-юношеская школа Олимпийского резерва «Динамо» Сейчас здесь занимается 200 детей О том, каким подрастает новое поколение сине-белых Узнал Сергей Хайдаров Серьезные тренировки сейчас не только у футболистов прибывших в Казань Но и у этих ребят Впереди у них свой мундиаль Городские соревнования Тренеру важно подготовить команду и физически, и психологически У каждого свой характер и нрав Состав многонациональный Естественно, татары, есть русские, есть евреи Есть граждане Турции, есть Азербайджане, есть Узбеки В команде ребята отлично ладят Планируют вместе ходить на казанские матчи чемпионата мира Тимур Би Юксандаляджи, несмотря на свой юный возраст Уже успел поиграть в знаменитом турецком Бешикташа Бывают команды, которые все время так орут на друг друга Ну, не дружные Наша команда дружная За процессом тренировки внимательно наблюдают родные Раис Галеев играл футбол на высоком уровне в конце 70-х От предложения стать профессиональным футболистом отказался Выбрал учебу, но внука не задумываясь отправил в Динамо Карим решил отдать футбол только ради того, чтобы у него утвердился мужской характер Это борьба Карим и правда на поле ведет себя по-мужски уверенно Перед камерой чуть скромнее Футболистом бы стал профессиональным, как Месси и Роналдо? Или учебу выбрал? Футболистом А почему? Ну, там интереснее Четкие действия и уверенная работа с мячом Этому молодых динамовцев учат здесь на тренировках И в этом плане они практически ничем не уступают профессиональным футболистам Ведь заниматься этим молодым ребятам приходится 5-6 раз в неделю При таком плотном графике они не забывают и учиться в школе Сейчас динамовцы временно тренируются на одноименном стадионе в центре города Их домашний стадион «Электрон» задействован в чемпионате мира После мундиаля динамовцы вернутся на родное поле Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань К теме чемпионата мира мы еще вернемся Сейчас к другим новостям Строители готовят к открытию новую набережную озера Кабан К 15 июня за день до первой игры в Казань обещают завершить строительство Террасы, искусственные каналы, дорожки вдоль водоема В предвкушении спортивного праздника сегодня Альбина Минибаева отправилась в центр города И разузнала некоторые детали Мы сейчас находимся на той самой набережной озера Кабан Пока идут строительные работы, пока гости туристов, естественно, сюда не проходят Но обещают, что 15 июня все казанцы, в том числе и туристы, смогут здесь уже спокойно проходить Рядом с водой будет установлена терраса Сейчас строители собирают ее из досок Терраса? Ну вот так вот будет лежать она Доски будут положены Что у тебя будет выходить? Как она будет выглядеть вообще? Ну это секрет, вы увидите все, это будет сюрприз Занимаемся покраской? Набережной? Все будет красиво Обещаете? Там обещают Шлифуют, красят, выкладывают дорожки Для строителей сейчас набережная как дом родной Работают практически круглые сутки Работа сейчас ведут, начиная от театра имени Галиаскара Камала Вдоль самой набережной со стороны улицы Марселя Салимжанова И заканчиваются они на перекрестке с улицы Хадид Акташ Немножко это, конечно, печаливает, что ремонт фотографироваться не везде дают И виды немножко портятся, но красота неписуемая Приедем, оценим потом, в итоге Получится очень хорошо, думаю, красиво, все здорово По вашему представлению, какая будет набережная озера Кабан? Очень красиво Что-то еще скажете? Да нет, хватит Через несколько дней туристы смогут увидеть абсолютно новую картину Почти готовы искусственные канава Она проходит напротив входа в парк тысячелетия Часть растений тоже высажены Ландшафтные работы идут параллельно со строительными Оставили ландшафтные проектировщики Иву Правда, обрамили сейчас ее на половину бетона На половину стеклянной конструкции После завершения строительства на этот так называемый пирс Можно будет пройти и дотянуться руками до веток дерева Уступить место туристам и гостям-строителям должны за день до первого матча чемпионата в Казани Игра между Францией и Австрией Альбина Минебаева, Ахрам Зильгарипов, ТНВ, Казань Татарстанцы могут сами определить пространство, которое должно выглядеть по-новому На портале госуслуг и в мобильном приложении открыто голосование Выбирают территорию для благоустройства на 2022 год Сделать свой выбор можно до 20 июня Реконструированная зона отдыха парк Черное озеро уже живет полной жизнью Там все выходные работал летний книжный фестиваль Редкие издания, ярмарка, лектории, презентация книг Самым ярким событием дня для книголюбов стало общение с Мариной Разбешкиной Последние новинки пролистала с некоторыми авторами Пообщалась Альбина Солгараева Малотиражные книги и так называемые зины Это что-то вроде печатного издания, фрагмента журналов, пересечения современного искусства с полиграфией В Москве у этого издательства несколько книжных лавок и книжные шкафы в бар города На ярмарке действительно происходит взаимодействие нового вида Между читателем и автором здесь много необычного Эти скетчбуки казанец Вадим Гершанов делает буквально у себя на коленках С юмором, конъюнктурно, где-то патриотично, а где-то на грани У него высокий слог соседствует с ващехренью Хочется ведь иногда всякие глупости написать, которые чаще приходят в голову, чем умные мысли Уникальность ярмарки в одном месте несколько лучших российских издательств Причем книги без магазинной наценки То, что мне нужно было, я увидел, нашел Тем более книга от автора Большие молодцы, что организовывают подобные мероприятия каждый раз Но я предпочитаю электронные книги Ярмарка очень приятная, интересно организована Хорошее место Лубня Казанская Кстати, книги, что здесь представлены, в городе больше нигде не купить Пользуя вот Какую-то вот такую клевую штуку Мог увидеть разных животных вот на этой картине Ну и так далее Мне кажется, что Дочери понравится, потому что она увлекается Она рисует Я больной, больной, нахожусь в больнице 20 лет я больной Якимов Иван Александрович Верхнерусловский район, село Свияж Образовательная часть фестиваля в этом году особенная Книгу под необычным названием Чурики-макурики Острова Свияжск Презентовала сама Марина Разбешкина Она родом из Казани, давно работает в Москве Книги 20 лет, издали только сейчас Я вот с 14 лет в Свияжске И я была так потрясена, попав первый раз в Свияжск Что начала записывать за жителями А Рашид стал рисовать картинки Свияжские А другие стали фотографироваться И мы решили все это собрать в одну книжку И это получился такой своеобразный фейсбук про Свияжск Фестиваль продолжается и сегодня Известно, что в качестве лектора приглашен режиссер Тимур Бекмамбетов Кстати, в планах организаторов провести подобный книжный фестиваль и зимой Альбина Слагараева, Александр Лобанов, ТНВ Казань И в эти минуты в парке Черное озеро с любителями книг Общается известный кинорежиссер Тимур Бекмамбетов Его слушает и наш корреспондент Альбина Минибаева Альбина, здравствуй, чем можно объяснить появление кинорежиссера на книжном фестивале? Алексей, приветствую тебя Почему именно Бекмамбетов и почему именно тема кино закрывает этот летний книжный фестиваль? Пока это загадка вечера Тем не менее, сейчас он читает свою лекцию И посвящена она новому кино-жанру Screen Life Кратце говоря, это когда все действие героя происходит с экрана мониторов, гаджетов, без разницы И в начале своего выступления он рассказал, почему сейчас работает именно в этом жанре Предлагаю послушать Моя коллега звонила мне по скайпу Я находился в Лос-Анджелесе, она находилась в Москве И мы с ней обсуждали По-моему, это был фильм Ёлки Какой-то там третий, что ли, фильм И мы обсуждали, какой должен быть постер у этого фильма И она мне показала, расширила свой экран в скайпе Дальше случилось невероятное Я через некоторое время обнаружил, что я вижу ее экран То, что происходит на экране, было не предназначено для меня Тема цифровизации закрывает этот летний книжный фестиваль Напомню, что в парке Черное озеро в этом году в свои печатные издания выставили 56 издателей Своего рода это рекорд Каким именем запомнится уже следующий фестиваль Будет известно в следующем году Алексей, пока это все Спасибо, Альбина Это было включение с парка Черного озера С книжной ярмарки Но мы продолжим И наша следующая история о том, как можно подарить веру и надежду Семья Васильевых из Казани просит помощи У их дочери Арина Артезия У нее нет слухового прохода И недоразвита одна ушная раковина Нужна операция Им согласились помочь в калифорнийской клинике Но сумма не посильна Прадедушка, прадедушка Насю просол войну От Волги до самого Берлина Маленькая Арина 4 годика Она мечтает выступать на сцене Первую песню уже знает наизусть Но на уроке вокала пока ходить не может Чтобы услышать всю гамму звуков Девочке нужно лечить правое ушко У нее нет слухового прохода Все хорошо Со слезами на глазах вспоминает мама девочки Слова врачей УЗИ Анализы, скрининги, беременность проходила отлично Страшный диагноз поставили только при рождении Мы узнали только в день родов Невозможно передать словами, что мы испытали тогда в родзале Она, как и все дети, любит играть в куклы Танцует и очень любит рисовать Единственная особенность – отсутствие правого уха Давай ручки нарисуемся Помочь девочке восстановить слух согласились Калифорнийской клинике 85 тысяч долларов или 5 миллионов рублей Стоит мечта Арины Таких денег у родителей нет Мама сидит с ребенком, папа – продавец В семье подрастает младшая дочь Мы очень надеемся, что среди зрителей найдутся Добрые, отзывчивые люди, которые смогут помочь нам Вы уже помогли стольким татарстанским семьям две недели назад После выхода в эфир репортажа о семье из Камско-Устинского района, у которой сгорел дом Они смогли купить новое жилье А семье Гайфуддиновых из Арска, о которой мы рассказывали буквально на прошлой неделе, продолжает готовиться к операции Сделать доброе дело может каждый Это просто Нужно перечислить любую сумму на карту, номер которой указан на экране И снова о предстоящем чемпионате Теперь об ограничениях В некоторые дни в Казани ограничат продажу алкоголя Продавать спиртное нельзя будет в нескольких частях города Трезвыми территориями станут окрестности стадиона Казани-арена Центральные улицы, включая Баумана, ЖД и автовокзалы, аэропорт и зона фан-феста возле центра семьи Казан В этих местах нельзя продавать и употреблять алкоголь в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания На время проведения чемпионата мира по футболу ограничено движение и судов по Казанке С 14 июня по 15 июля запрет будет действовать на участке от железнодорожного моста 799-го километра до Кремлевской дамбы Запрет распространяется на движение маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов с 11 дня до часу ночи А на Волге запретов нет и потому суда в выходные съехались любители подводной рыбалки Гидрокостюм, маска, арбалет и нож Это все нужно для успешной охоты Участие принимали 20 спортсменов из 11 городов страны Какая рыба оказалась на крючке, а какая в ухе, знает Ленар Гиньятулин Этот выстрел означает начало Спортсмены на моторных лодках уплывают вдаль Но перед стартом каждый охотник должен проверить готовность своего оружия Константин Масленников из Казани, для него это уже четвертое соревнование Унивание! До старта 2 минуты! 2 минуты! Гарпун вставляется Заряжается А охотятся они на акватории Волги Эта территория 12 километров в длину и 4 в ширину Задача простая, охотники должны поймать как можно больше рыбы и покрупнее По регламенту соревнований в зачет идут только 5 экземпляров каждого вида рыбы 1 грамм рыбы, 1 очко Весовой ценз и в длину, допустим, сомик, он не должен быть меньше 90 сантиметров Если это сазан, то и меньше 40 сантиметров не должен быть Поэтому спортсмены ищут, они не ловят вот эти сантиметры Он уже ищет крупную, естественно, качественную рыбу Которая принесет и очки, как говорят, приблизит его к победе 6 часов дается спортсменам на рыбалку Но не всем удается сразу выйти на рыбное место Вода очень мутная Зашли за островок, вроде прозрак появился По рыбе пустовато Пару щучек видели? Ну, до килограмма, наверное Пойдем подальше к ребятам Сейчас попробуем что-нибудь найти Прошло уже несколько часов с начала соревнований И пока спортсмены опускаются на дно за добычей Группа поддержки готовится к приготовлению ухи Здравствуйте Здесь чистка тошка, наркошечка, все готово Наши спортсмены ждем С хорошей рыбой, с хорошим уловом Сама килограмм на 20, может поболее Чтобы и на уху, и на жарю уху было День оказался рыбным На 20 участников 64 килограмма рыбы Самым популярным оказался 40-сантиметровый сазан Ленар Генатуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВМ, Казань И завтра большой праздничный день День России, куда сходить, где погулять, что не пропустить Салават Мухаммадуллин подготовил афишу праздника Гимн России в исполнении Эльмиры Калимульны с хором у центра семьи Казан Вместо будущего фан-феста станет основной площадкой гуляний Прямо на сцене юным татарстанцам вручат паспорта с датой выдачи 12.06.2018 Здесь же татарстанцев поздравит с Днем России президент Рустам Иниханов Если хочешь остаться, останься просто так Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах А лучше вообще не уходить, ведь праздник на берегу Казанки У Чаши продолжится концертом Дискотека Авария, группы Мураками и Большой Куш Гуляние здесь до 7 вечера Праздничный день начнется в Кремле По традиции здесь Рустам Иниханов вручит татарстанцам государственные награды Среди них врачи, учителя и команда Камазмастер Любители ПК-тушек, каралки батлов и национальных мотивов ждут в парке Горького Здесь пройдет парад дружбы народов Старт у входа в 11 часов Построить свой аэробус или шевроле Камара Путь в парку Ривского На этой площадке пройдут соревнования по авиа, авто и судомоделированию Для зрителей концерт «Россия – моя родина» В общем, казанцам есть из чего выбирать Во всех парках пройдет всероссийская акция «Красная гвоздика» Купив значок у волонтеров, вы поможете ветеранам Великой Отечественной войны У нас есть планы на концерт пойти Примечательный праздник, мы его встречаем со своими детьми, внуками День России буду отмечать со своей семьей Мы собирались пойти на набережную Кремлевскую погулять А также мы хотели попасть на новый обновленный парк, который построили около центра Казань У челнинцев выбор не меньше Флэш-мобы, мастер-классы и концерты в Парке Победы и на Бульваре энтузиастов В Нижнекамске День России отметят футбольным матчем и праздничными гуляниями «Россия – это мы» в парке «Семья» Кульминация Дня России – праздничный салют в 22.00 Лучшие места для зрителей по традиции – Кремлевская набережная Слова Тухма Адулин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань Вечерний эфир продолжит программу «Вызов 112», а сейчас о погоде на завтра и до встречи в 21.30 Добрый вечер, новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов Холодная погода спорту не помеха Татарстанская серия спортивных соревнований «Тимарман» открыла триатлонный сезон Первая гонка в этом необычном виде спорта прошла в Альметьевске На старт вышли около 100 спортсменов из 15 городов России Действующий чемпион мира по дуатлону Максим Кузьмин финишировал первым в абсолютном зачете В женском турнире на высшую ступень пьедестала поднялась Кристина Запасная В командном первенстве лучшими стали альметьевские лыжники Следующий триатлонный старт в рамках татарстанской серии спортивных соревнований пройдет 1 июля в Набережных Челнах Однако протестировать свою беговую подготовку спортсмены смогут уже 17 июня На Зеленодольском полумарафоне кроссе, который предложит спортсменам 4 взрослые, 1 детскую, разноплановые дистанции Я скажу, что велоэтапы, кросс, бег, для меня это что-то ближе Я на тренировках выступаю велосипеде, тренирую велосипед И бегаю, так что для меня самое такое было необычное плавание Баскетбольный Уникс завершил сезон в единой лиге ВТБ В матче за бронзу казанцы играли против питерского Зенита В этом году формат проведения турнира немного изменился Финал четырех состоял из матчей на вылет Сначала команда Прифтиса в полуфинале уступила Химка Далее в матче за третье место была вынуждена проиграть и Зениту Петербургские баскетболисты выиграли две четверти с четырех Еще одну свели в ничу и одержали закономерную победу Итоговый счет матча 93-79 ЦСКА переиграл Химке в финальном матче и стал победителем турнира Для ЦСКА этот триумф в единой лиге ВТБ стал восьмым за девять лет проведения И седьмым подряд И в завершении к новостям борьбы Татарстан готовится принять чемпионат мира по национальному виду крэш Мировое первенство пройдет с 15 по 17 июня Для участия в международном турнире уже подали заявки более 200 борцов из 42 стран мира Соревнования пройдут в семи весовых категориях Отборочные поединки и финалы чемпионата будут организованы в селе Менгер Сабинского района В рамках районного празднования Сабантуя Татарстан в составе сборной России представит обладатель Кубка мира Азат Нурмухаметов Чемпионы России Ринас Калимуллин и Ильмир Тухлатуллин И это все новости спорта к данной минуте Будьте здоровы и занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды Во вторник температурный фон немного повысится, но без осадков не обойдется Подробнее после интересная информация Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой и по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания Успейте заказать со скидкой 20% Данил Мастер, город Казань, улица Восстание, 23, телефон 2, 167-166 А теперь о погоде По данным сервиса Яндекс.Погода На юго-востоке в Бугульме, Бавлы и Ознакаево Переменная облачность и до 17 градусов выше нуля На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге Воздух прогреется до плюс 19 Тут без осадков На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске Облачная погода с прояснениями И до 18 градусов со знаком плюс На северо-западе, Варске, Вкукмаре, Балтасе Местами возможен дождь и плюс 18 На юго-западе республики Синоптики обещают Кратковременные дожди и до 19 градусов тепла Для жителей центральных районов 12 июня будет пасмурным Без осадков и плюс 18 В среду дождливый циклон принесет новую порцию осадков Еще одна интересная информация Выставки мирных динозавров и веселые мультяшки Открылись в ТРЦ Южный По адресу город Казань, проспект Победы, 91 Выставки работают с 10 до 22 часов без выходных Это здорово и жутко Они двигаются, пугают Динозавры это круто Динозавры впечатляют Приходите на выставку мир динозавров в ТРЦ Южный Клиника Фарм-Т Радиоволновое лечение аденомы и простатита На израильском аппарате Термекс Без боли, без операции 292-66-77 Спонсор прогноза погоды Клиника Фарм-Т Лечение аденомы и простатита По европейским стандартам Без боли и операциям На израильском аппарате Термекс Телефон в Казани 292-66-77 О погоде в столице В Казани днем возможен дождь Температура воздуха плюс 18-20 Ветер юго-западный До 5 метров в секунду Атмосферное давление 750 миллиметров ртудного столба Влажность воздуха 54% Магнитное поле земли спокойное Спонсор показа ООСМУ номер 12 Внимание! Стартовали продажи в ЖК Приволжске Третьего и четвертого домов Торопитесь приобрести Отнушки и двушки По выгодной цене ЖК Приволжске Это кирпичные дома С индивидуальным отоплением На берегу Волги Звоните 561-08-81 Хотите встречать рассвет Из окон вашей квартиры Наслаждаться свежим воздухом И прекрасными видами Тогда вам в ЖК Приволжский Торопитесь! Продажи в новых домах Только начались Телефон 561-08-81 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok